В классе четвертом дед меня отправил в районный дом пионеров, точнее кружок авиомоделизма, чтоб не шастал по двору и не хулиганил с остальной пацаней и ватагой – Тесой, Жекой и Кузей. Через некоторое время и они влились в наш дружный рукодельный коллектив. Им руководил бывший летчик Хромой Николай Васильевич. С отдельными умельцами он собирал бензиновые модели легендарных самолетов Великой Отечественной – Ишаков и Ильюш. Мне это было не дано. Теперь внимание. Ни моя семья, ни семья слесаря Ирвова и директора завода Кузнецова ни копейки не платили за то, что их дети нашли увлечение в кружке технического творчества. Подчеркну еще раз. Ни копейки. Время, замечу, было не самое хлебное. Начало 50-х. Страна еще восстанавливалась после войны. Полки малочисленных магазинов не ломились от избытка товаров. Заработки большинству не хватало от зарплаты до аванса. Но дети и в школе, и дома увлеченно занимались тем, что им было интересно. Бесплатно. На прошлой неделе наша телекомпания показала сюжет, где главной темой являлась борьба родителей за установку светофора перед школой для безопасного перехода дороги ребятней. И вдруг, неожиданно, затронули тему в неклассной жизни от 10 школьников. Да, есть разные студии. Да, можно удовлетворить интерес к творчеству пацанов и девчонок. Но многие родители сетовали. Не можем себе позволить отдать ребенка в танцевальный кружок. Семейный бюджет не позволяет. Я все понимаю. Преклашенным преподавателям надо платить желательно достойно. Школа на себя такие расходы взять не может, ибо ее бюджет скуден. Значит, оплачивают родители из своего кошелька. А я вспомнил своих друзей-стационарников из университета Эпидина. Они не только каждое лето уезжали пионервожатами в летние лагеря, но и на педагогической практике вели кружки разные. От изобразительного до танцевального. Между прочим, совершенно бесплатно. Каждому было интересно понять, сможет ли он, она посвятить свою будущую трудовую карьеру в школе. У меня вопрос и к руководству профильного департамента мэрии, и к ректорам двух университетов – национального и педагогического. Что мешает вам всем вместе встретиться, сесть за один стол и договориться о взаимодействии между правительством Одессы и вузами, о направлении студентов-старшекурсников в городские школы, дабы они взяли на себя миссию развития творческого потенциала школьников. Разумеется, время сегодня тяжелое. Но и тогда, более 60 лет назад, оно было не самым благополучным. Сегодня волонтерское движение почему-то работает в своем большинстве на поддержку военных в АТО и на политиков. А как с нашими детьми? Они кому-то интересны, ну, разумеется, кроме родителей. Просвещение никогда не было громким, ибо человек учится, по сути, всю жизнь. Но как же мы получим без этой самой учебы достойного гражданина города и страны? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...